Здравствуйте. Я больше концентрируюсь в сегодняшнем докладе о правилах антритов в Википедии. То есть, если что-то хотите к нам обсудить, давайте обсудим. Меня зовут Сергей Лещина, в Википедии я не путник. Собственно, в Википедии я с 2006 года, с июля 2007 админирую Википедию. Таким образом, уже почти 8 лет, скажем, уже больше 8 лет, я участвую в Википедии. В частности, я занимался, как раз, одно время так называемым чек-юзерством. Это выявление людей, которые вандализируют Википедию. Владимир, который оцепление сегодня не смог, он участник абитрашного комитета. Это, наверное, самый интересный орган Википедии по решению конфликтов между участниками. Вообще, я в данном случае расскажу про русскую Википедию. Алексей сказал, что она российская, а на самом деле не российская. В ней участвует множество людей из разных из разных стран. Это как раз тот случай, когда нужно говорить не российское, а русское. Да, она именно русская, и это очень важно, потому что само международное сообщество очень сильно управляет многие конфликты, которые локальные. Именно российские, или украинские, или еще как-то. Вот, просто к вопросу, а рост сообщества. То есть у нас сейчас больше миллиона статей, исключая служебную страницу России, 4 миллиона. Постоянно зарегистрированных участников тоже больше миллиона. И активные, это в данном случае те, кто правил за последние 3 месяца, насколько я помню, считаются. Хоть одна правка, да? По-моему, от 5 правок я могу ошибаться. При этом количество администраторов. Я, по-моему, на конференции в 2008 году делал доклад по росту сообщества. И в тот момент у нас было около 80 администраторов в 2009 году. И вот эта цифра не росла. В 2014 году у нас стало 87 человек. То есть за 6 лет обслуживающий такой персонал Википедии вырос добровольно обслуживающий на 17 человек. Википедия в основном базируется на совершенно пяти базовых правилах. Это необходимость предоставления источников, равенства участников. Даже я уже забываю. На самом деле от 5 правил есть одно очень важное, что на самом деле, если вы хотите улучшать Википедию, вам не надо знать никакие правила. Вы можете просто брать и улучшать Википедию. Но если разбираться реально в корпусе правил, которые есть в Википедии, то это реально, если вы пытались печатать Википедию, вы получили такую большую книжку. На самом деле это вся фигня. А если запечатать правила Википедии, получится примерно такая же книжка. Один участник это делал год 5 назад и получил мелким шрифтом с обоих сторон как раз практически в эквопедии. Но эти правила, опять же, их никто не знает. То есть я, в лучшем случае, сам, с хорошим опытом части, знаю, может быть, половину правил. Но я представляю, как бы, как они должны строиться и где искать нужное правило, если оно мне понадобится. Теперь к конфликтам. Конфликты, собственно, почему вообще появляются? Есть статья, в ней есть какой-то факт, приходит участник, исправляет факт на противоположный, например, который ему больше нравится. И приходит другой участник, исправляет обратно. И вот так, например, то, что называется вольным правом. Конфликты бывают не только такие, они бывают просто между участниками, не обязательно статьи. И эти конфликты надо как-то разрешать. Ну, там, юридическая ситуация, просто два участника, да, там, спорят относительно какой-то совершенно незначимой глобальному масштабе проблемы. Собственно, что с ними делать, да, то есть они либо будут откатываться обратно, либо надо же делать. Самый простой способ просто, ну, если все участники процесс адекватный, попробовать обсудить проблему и в чем он звучит. Обычно это, как бы, снимает половину вопросов сразу. И все участники, которые более-менее опытные и, там, пришли не вчера, хотя бы месяц назад, их обычно получается склониться к обсуждению и в итоге находит участник в консенсус, добавляет статью, там, версию, которая всех устраивает и конфликты с человеком. На самом деле, все остальные способы сводятся к тому, чтобы насильно склонить участников к обсуждению, по сути. Вот, то есть, самый простой из следующих, да, просто вынести на обсуждение всего сообщества, ну, всего, кто заинтересован в конфликте. Или, кроме того, кто заинтересован в решении, там, на постоянной основе конфликтов в Викпеде. Дальше более сложные способы, это когда вмешиваются администраторы. Администраторов, собственно, не так много, да, поэтому это больше технический отслуживающий персонал, чем люди, которые решают конфликты. Но они могут, опять же, заблокировать страницу или ограничить доступ к конфетному участнику. Ну, в общем, приостановить конфликт, чтобы его можно было дальше решать. Ну, собственно, какие-то затянувшиеся проблемы решаются различным последничеством. Это когда опытные участники, когда либо просто опытные участники, которые согласны видеть в качестве последних обе стороны, либо назначенные специально сообществом, контролируют процесс обсуждения. Они в очень жесткой форме пересекают все откаты, склоняют участников обсуждения. И, соответственно, все, кто с таким подходом не согласен, они блокируются, ограничиваются. В итоге диалог сводится к конструктивному, и в конструктивном диалоге почти всегда находится более-менее в вершенной позиции. Совсем запущенные случаи у нас решает арбитажный комитет, который Владимир, насколько я помню, три раза был участником арбитажного комитета. Это такой орган, который избирается на полгода, тоже, если не ошибаюсь, с 2006 года. То есть раньше было пять, сейчас семь человек тратят полгода свободное время только практически на то, чтобы решать конфликты википедии. Это все участники, которые начиная с 2006 года участвовали в репутажном комитете. Есть люди, которые повторяются, которые по пять раз этим занимаются. Я не знаю, откуда они берут столько времени, я за них очень рад. Ну вот, они как бы спасают сообщество от конфликтов. Собственно, конфликты, в каких местах возникают? Есть совершенно банальные вещи, как написание на Украину или в Украину, или Беларусь, Беларусь. Они вызывают жуткое количество, ну, по крайней мере, вызывали огромное число споров. И сейчас просто, опять же, решением, то есть это вот как раз вопрос, который прошли весь процесс от начала до конца разрешения конфликтов. Они выносились, ну, сначала обсуждали обсуждение статьи, потом это было вынесено на форум, потом опытные участники пытались подводить итоги по этим обсуждениям. В итоге это все равно дошло до арбитражного комитета, и арбитражный комитет на основании приведенных аргументов просто принял решение заморозить эти вопросы в определенном состоянии. То есть, как бы, если и то, и то правильно, то можно туда-обратно откатывать. То есть все пять вопросов — это все замороженное? Нет, тогда я сейчас про первые два — про написание банально Украины и Беларуси. С теми остальными, которые там все сложнее. Ну, их там сильно больше, чем три, но вот я такие типичные случаи привел. Ну, это, например, как решили в русской википедии. То есть просто если мы решили, что сейчас мы пишем на Украину и Белоруссию, то до следующего решения мы по-другому не пишем. То есть все, кто пытаются ее исправлять, все отправляются в блокировку. К сожалению, не единственная возможность, но мы такую возможность нашли предотвратить конфликт. А, например, в английской википедии там другая проблема. Там есть британские английские, есть американские английские. Они нашли другой вариант. Они просто замораживают ту версию, которая была в изначальной… Ну, то есть тот же Caller, который пишет двумя вариантами, оставляют тот вариант, который был в изначальной версии статьи. То есть подходы могут быть разные. Каждое сообщество находит свои более адекватные ситуации. Ну, это как бы просто люди персонально обижаются и что-то пытаются делать. Хотя вот в Белоруссии народ петицию писал. На чей-чорт, по-моему, о том, чтобы мы писали в Белоруссии. Да, вот другие темы, они более массовые. Там люди просто приходят в тему большими группами и пытаются продвигать свою позицию. То есть, наверное, самая старая проблема, которая была, это ЛГБТ-конфликт. Это когда статьи про гомосексуальность и подобные темы. Одна группа их активно писала, другая группа с ними активно боролась, удаляла. Ну, тема сложная, поэтому, как бы, вот. Это был как раз 2006-2007 год. Вот мы с этого начинали. И на этом, собственно, сообщество откатывало какие-то принципы борьбы с такими крупными конфликтами. Вот. Тоже как раз его решили через принудительное посредничество. Все спорные правки в статьи вносятся только с согласия последних. Сейчас, как бы, наполнение по теме есть и конфликт, на самом деле, практически исчерпан. То есть, там, какие-то отдельные люди, которые правят эти статьи даже в неделю, это уже не такая масса, как было раньше. Вот. С Армяно-Азербайджанским это было позже. Его, вот, к текущему моменту тоже, он уже подспал. И, по-моему, обе стороны сейчас даже признают, что версии статей в русской Википедии, они вообще самые нейтральные. То есть, есть версии в армянской Википедии, есть версии, там, в армянской Википедии. Они все с отклонением, потому что тут проблема какая? И когда, там, большая часть сообщества поддерживает зрительность одной точки, и все источники на данном языке придерживаются примерно такой же точки зрения, то сразу получается очень большой перекос. Например, там, русскую Википедию постоянно обвиняют, что она задерживается, там, точек зрения государственных СМИ. Проблема, собственно, в том, что большинство русскоязычных СМИ, они, как бы, вот, пророссийские. Да, они описывают ситуацию в мире с точки зрения России. Соответственно, ну, да, нет, ну, есть, например, белорусские русскоязычные СМИ, да, и там какие-нибудь, не знаю... И украинские русскоязычные СМИ. Украинские, казахские, да, но их там не так много. Нет, понятно, что есть, там, и американские русскоязычные, там, и британские, но их там единицы. У нас же есть, там, тысячи СМИ, журналов, газет, исследований. Ну, как бы, большинство редакторов, в первую очередь, знают русский язык, они не знают, там, даже английский знают, там, ну, по-моему, на большом случае. Поэтому все сложно, все используют то, что знают, поэтому возникают сдвиги в определенную сторону. Вот, поэтому, когда там строгность считается на нейтральной территории, получается более взвешенная статья. Собственно, поэтому все так любят английскую Википедию, потому что в нее приходят совершенно все стороны обычно, и, там, в итоге отражается нейтральная позиция. Ну, русскую, в результате, любят чуть меньше, но, как бы, вот, она тоже, как крупный отдел, агрегирует более взвешенную позицию. Вот, и, давайте, там, например, недавний конфликт, да, этого события на Украине. Вот все, что там началось с прошлого года. Тут, как бы, совершенно вот яркий текущий конфликт, есть разные стороны в этом конфликте. Тут, конечно, там, практически в ручном режиме он разруливается в конфликт, то есть статьи блокируются, по крайней мере, от новичков, от, ну, участников, которые недавно правят. Они при желании могут там просто обсуждение, комментарии дать, что вот здесь неправильно, кто-то исправит. И статьи практически замораживаются на какие-то там, ну, какие-то моменты, когда активно меняется ситуация, статьи обычно замораживаются, и в них там не добавляется спорное утверждение, по крайней мере. Да, то есть, которые не подтверждены стопроцентными, там, авторитетными источниками, которым мы, там, ну, даже не на 100, но на 90 процентах, как можно замораживать. То есть, слухи и что такое обычно никуда не появится. Вот. Ну, это вот про обитажный комитет, про такие глобальные конфликты. Есть, на самом деле, немножко другие методы, есть методы, например, когда у нас есть участник, который, в принципе, хороший участник, он пишет статьи, он пишет иногда там хорошие, там, избранные, ну, то есть, у нас есть там избранные статьи, которые все посмотрели и сказали, ой, хорошая статья, много источников, давайте дадим ей специальную зоточку. Таких статьи не так много, их там около тысячи, наверное. Вот. Есть люди, которые пишут такие хорошие статьи и при этом совершенно ужасно ведут себя в раках сообщества. То есть, они там матерятся, я не знаю, преследуют других участников, все что-то делают. Ну, типичная ситуация для сообщества. Вот такие ситуации, для таких ситуаций есть механизм наставничества. То есть, какой-нибудь опытный участник, тот же администратор или арбитр, я не знаю, ну, или просто опытный участник, которому это сообщество доверяет, назначается наставником и отвечает за действия пользователя. То есть, пользователь соглашается на это, то наставник имеет право в любой момент его заблокировать, ну, в общем, сделать что угодно. И, ну, по крайней мере, это конфликт на уровне двух человек. То есть, они могут там в скайпе где-нибудь по внеэкиптивным каналам обсудить ситуацию, регулировать ее и продолжить. То есть, она не выносится на общественное утверждение. В итоге, участник, который не очень конструктивно себя ведет, он как бы чувствует себя комфортно в плане того, что на его не наезжают все подряд. Ну, потому что он, с одной стороны, не прав, конечно, но, с другой стороны, он все равно будет защищаться, если он, там, его не смотрит, как показать сообщество. А так знакомый ему человек объясняет ситуацию и, как бы, тоже так разрешается ситуация. Какие-то конфликтные ситуации, которые, там, довольно субъективные, но они обычно не конфликтные, а просто обычно... Есть какой-то вопрос, который объективно решить практически невозможно. То есть, он такой субъективный, как, например, там, что-то называть, на что нет источников. Ну, или, там, мы будем писать, там, не знаю, сейчас, там, в логотипе Википедия с большой буквой «Я» или с маленькой буквой «Я». Вот такие вещи решаются опросами, голосованиями. То есть, вообще, голосование, конечно, очень неудачный подход к решению проблем. И где-то лет пять назад от них практически отказались. То есть, практически, итог любого голосования вызывает конфликт. Потому что тут, там, какой-то голос посчитали, тут не посчитали. В итоге, во-первых, находится...